Коллеги, добрый день. Как всегда, первый вопрос от меня. Как хорошо меня слышно? Подставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если слышите меня хорошо. Прекрасно, спасибо. Спасибо. Коллеги, через пару минут я передам слово сегодняшнему ведущему нашего вебинара. А пока пару слов скажу про наши вебинары и, как всегда, по технике ведения вебинара. Во-первых, я эту информацию повторяю каждый раз, так что те, кто ходит постоянно, ее слышат. Но не все ходят у нас каждый раз, поэтому повторяю ее для тех, кто первый раз пришел. Во-первых, все файлы, которые... Все наши презентации, которые проходят на наших вебинарах, доступны вам в общедоступных ресурсах. Вы их можете скачать и использовать, так как посчитаете нужным в своей деятельности. Для того, чтобы перейти в окошечко ресурсы, для кого оно закрыто, я сейчас покажу, как это сделать. Вот наверху у вас есть такая кнопочка в виде открытой папочки. Когда вы будете на нее нажимать, будет открываться или закрываться это окошечко. И в ней, соответственно, вы можете воспользоваться либо теми ссылками, которые приведены к вебинару, либо скачать презентацию к текущему вебинару. Теперь пару слов о том, что нас ожидает. В этих же общедоступных ресурсах приведен самый свежий план вебинаров, который актуален на данное число. Можете им воспользоваться для того, чтобы понять, какие вебинары будут в ближайшее время. Также можете воспользоваться вот этой вот ссылкой. Я ее сейчас привел в чате. Это ссылка на наш сайт, где тоже опубликован план наших вебинаров. И там есть активные ссылки для регистрации на текущие вебинары. Ну и я хотел бы проанонсировать наш будущий вебинар. Следующий за этим, 4 числа, будет вебинар, посвященный библиотекам Non-Fiction. Сейчас я воспроизведу его точное название и дам ссылочку на регистрацию. Вот название этого вебинара. А вот сейчас дам его ссылочку. Ссылочку на регистрацию непосредственно. Одну минутку. Да, можете зарегистрироваться прямо сейчас, если кого-то эта тема интересует. В общем, этот вебинар тоже обещает быть интересным. И его проведет наш сотрудник Алексей Архангельский, который ведет эту тему. Коллеги, ну что ж, вот мое такое короткое вступление исчерпано. Я больше вам ничего не буду говорить сегодня. Из эфира ухожу, прощаюсь. Буду оставаться в чате. А сейчас я приглашаю нашего сегодняшнего ведущего, Леонида Суриса, который прочтет нам вот этот вот вебинар, проведет нам этот вебинар и расскажет нам о тематических коллекциях. И о тех коллекциях, которые он создал. И опишет то, что в этих коллекциях, какие там есть книжки, что там интересные, какие особенности у этих коллекций есть. Спасибо за внимание. Леонид, я приглашаю тебя. Пожалуйста, появись в эфире. Все, спасибо. Передаю. Все. Спасибо. Я бы хотел рассказать о тех тематических коллекциях, которые создали наше издательство. Ну и в частности о тех коллекциях, где я был представительным и разработчиком. Потому что это для меня такая более близкая тема. Потому что кроме коллекции, которые я создавал, создавали и другие коллекции, тоже очень интересные, познавательные, с большим количеством материалов. В чем, в принципе, все, в принципе, так сказать, приличество коллекции. Что, что пытались сделать мы? Чтобы под одной крышей, в одной месте. Леня, я прошу прощения, немножко плохо тебя слышно. Если можно, чуть-чуть поближе держи этот самый микрофончик. Да, потому что я до максимума поправил громкость твою. Спасибо. А сейчас? Угу. Нормально сейчас? Вот. То есть, мы хотели, чтобы под одной крышей, в одном месте, были собраны материалы по важнейшим темам, которые мы считали важными. Это, например, по темам истории. Вот. И да, вот. Но материалы не коллективные, которых сейчас очень много. Особенно по истории, по истории России, по всемирной истории. Материалы не истеричные. Сейчас очень много материалов, где сплошная истерика и никакой истории. И вы это все прекрасно знаете. Мы пытались под каждой коллекцией, чтобы были разные точки зрения. Но точки зрения аргументированные, интересные, хорошо описанные. И в этом была наша задача. Создать коллекцию, где каждый пользователь, каждый студент, преподаватель, просто любитель, предположим, истории, литературы. Любитель искусства, потому что у нас есть замечательная коллекция. Вот, например, посвященная Леонардо Галимовичу и времени, и то есть возрождение. Я считаю, что очень удачная и интересная коллекция. Вот. Вот мы пытались в этой тематике найти оптимальное. Оптимально то, что мы можем. И сделать так, чтобы это было интересно и в то же время это было полезно. Поэтому, вот, хотел бы я рассказать о некоторых коллекциях, обо всех коллекциях. И не надо, наверное, может быть, еще мы встретимся. Я, честно вам скажу, что я веду первый раз и прошу заявление за какие-то изменения. Но постараюсь все это как-то вынести нормально. Потому что впервые я веду не видя аудитории. Вот это немножко другой жанр, но интересный. Вот. Ну, и так, первая коллекция, о которой бы я хотел рассказать, это коллекция исключена в Первой мировой войне. Почему я считаю, что это важнейшая тема? Потому что Первая мировая война – это ключевое событие 20 века. И Первая мировая война привела к распаду Сифири, к изменению карты Европы, к изменению политического положения Европы. И Первая мировая война фактически, так сказать, привела ко Второй мировой войне. До этого Октябрьский переворот или Октябрьская революция, кстати, Владимир Ильич Милович называл это событие Октябрьским переворотом. Это потом уже это стало Великой Октябрьской социалистической революцией. Ну, кто как может, кто как хочет. Можно терминологию главного действующего лица, можно терминологию тех, кто превалит все совершенно невидимы, но потом, кто за руководением. Итак, в чем же было, так сказать, в чем же было значение Первой мировой войны? Немножко о нашей стране перед войной. Россия, особенно после 1905-1907 года, была, ну, имела темпы развития промышленности и вообще темпы развития, ну, если не самые быстрые, в мире, то одни из самых высоких лиц. В России фактически была свобода слова, свобода предпринимательства, фактически действовали законы, которые были конституцией, был парламент, настоящий парламент, где обсуждались важнейшие вопросы страны. И это продолжалось, этот рост невидимый. Притом, Россия повозила не только сельскохозяйственные продукты, не и не и газ. В России производили самолеты, в России производили автомобили, в России производили оборудование. То есть, кроме исторического сельского хозяйства, в России производили уже сложные промышленные сельскохозяйственные В России развивалась наука, недаром было много, были замечательные инженерные школы, и это продолжалось до 1914 года. В 1914 году сельский террорист Никола Пресет Пресет убил Эрсберфеда Кардинанда Даси Кацер Самое удивительное то, что как раз по Сельскохозяйственной империи Эрсберфед, ну это просто так сказать, это сцепление, как раз лучше всего относился к славянам. Он не любил другие народы, которые там были, вот, некоторые, но к славянам как раз интересный славян защищал этот Эрсберфед Сельскохозяйственная. И вот сердце террорист Галина Пресет его убил. Это было начало Первой мировой войны. Что, за что воевала Россия в Первую мировую войну? За Константинополь, за проливы, за славянское братство. Какое славянское братство? На противоположной стороне была Болгария, давшая Россия, православная славянская Болгария, давшая Россию птичь. На противоположной стороне были народы, входившие в Астровенгерскую империю, славянские народы, входившие в Астровенгерскую империю. Эта Российская империя вошла в войну не союзнических обязательств, не таких империйств. Четыре года русские солдаты, ну, российские солдаты, потому что призывали к империи, ну, в основном, это были в основном русские крестьяне, посадились в окопах в тяжелейших условиях и не понимали, за что они вводили. Это, конечно, возрастило, ну, безусловно, почву для того, чтобы прекрасно приняли революцию, отречение царя и, соответственно, то, что произошло в октябре 19-го года, это следствие как раз вот этой Первой мировой войны. Массы оторванных от своих семей христиан, масса погибших, масса оторванных, масса сирот. Это и мою семью с основной, кстати, и многие семью с основной. Вот, это как раз были питательные почвы для того, чтобы небольшая партия, возглавляемая Владимиром Лениным, пошла платье со всеми вытекающими от телепаткет. В то же самое время Первую мировую войну, кстати, было немного опробовано того, что потом мы увидели во Вторую мировую войну. Впервые были применены танцы, впервые были применены боевые отравляющие вещества, немцы впервые брали заложников из мирного населения в Бенгии, брали мирных граждан в заложники. Были масса других вещей, военных преступлений, которые потом были уже во Вторую мировую войну. Вот после революции Россия входила в Антанку и фактически Германия уже была на грани поражения. Он заключен в Германии сепарацию в Трестский мир, после которого отдали самые плодородные участки, самые плодородные участки российские. Украина была отдана немцам. Соответственно, в Германию пошли верно, потом металл, Германия продержалась еще почти до 18-го года, когда закончилась война. В эту же войну отравлены газами геприэтер Хитлер, лежа в госпитале неудавшийся художник отвергнутый сумма о величии Германии и о том, что Германия должна выиграть силы и владеть миром. Именно тогда просили всему эти мысли, стоящие потом миру в 20-м мире. Ну, теперь околепно. Поэтому я считаю, что Первая мировая война это ключевые события 20-го века. Теперь околепно. Значит, первую часть этой коллекции входит, ну, я считаю, что одно и вличие исследования, а возможно и лучшее исследование истории Первой мировой войны, написанное генералом, современником, профессором Александром Зайнц-Убстом, замечательным историком, военным историком, русским генералом и в то же время человеком, который владел первым. Это немаловажно для исторического произведения. Это четыре толстых тома с картами, с описанием сражений, с описанием событий, происходящих в силу. То есть это очень интересная история. И я считаю, что сейчас она не только не устарела, она все более актуальна. потому что написанная современником и трупным ученым историком, она действительно показывает реалии войны. Кроме этого, это первый раздел. Вот эти четыре тома, это раздел, это учитель. Дальше идут мемуарные и военные работы деятели Антанка и России. Россия, к сожалению, после вот этого темной истории сепаратным миром не была в числе победитель. Хотя она должна была быть в числе победителя, так как она входила в Антанк. Там в работах, так сказать, которые представлены в Антанке, в разделе Антанка, там интересная работа. Например, там есть воспоминания маршала Китера. Маршал Китера человек как странный в теографии, сначала герой Первой мировой войны, настоящий боевой генерал, храбрый, смелый, умный, потом предатель, сдавший Францию Гитлеру, французской армии заводами Гитлеру. Он был руководителем марионеточного правительства подконтрольного нации Германии. Прием по Франции, хотя был кусок Франции неоккупированный, но там все равно большая часть Франции была оккупирована. Прием совершали военные преступления, уничтожались граждане Франции, и вообще было много-много всего печального то, что было в Европе, а главное это было сотрудничество с нацистом, полное сотрудничество с нацистом. После войны маршал Фиттель был признан военным преступником, приговорил в смертной казни, но помилован генералом беденом. Возможно, это правильно, он был престарелый, но то, что он был принят судом военным преступникам, это безусловно. Вот его мемуары о Первой мировой войне интересные, очень интересные. Как же там можно найти и мемуары русских генералов, интересные, там и Брусилова, генералы, мемуары знаменитые, при том обе части, знаменитые мемуары генерала Брусилова, там мемуары Антона Ивановича Деникина, там мемуары замечательные, мемуары удивительные, совершенно, которые, я считаю, что мы вызвали из небесия, это полковника Ухенского, мемуары сменного русского офицера в немецком плене, как жили наши офицеры и солдаты в немецком плене. Это удивительное решение Платома, потому что не все подобные умы и министерства. И это совсем не похоже на то, что было во вторую мировую войну. Там были кино, был театр, кино, они там поставили всевозможные детства, вкладили для детства, но в общем интересно почитать мемуары полковника Ухенского. Я пытался узнать судьбу полковника Ухенского, но не удалось. Боюсь, что судьба его была официальна, потому что он был в Литве. В 40-м году никого стало советом. И что стало советом с русскими офицерами в России? Семьи. Рано с которым заклад Россия армии это и здесь. Вот, аниморы очень интересные. Там, я считаю, у нас есть одна из самых интересных дневниковых это историка Миталина Лемки и журналистка 251 царской сказки. Помните этого солидного так сказать дневникового документа. будет интересная. Она может быть такая, потому что это дневник, но она интересная для тех, кто хочет понять, как принимались решения царской сказки. Вот, там еще масса материалов, интересных материалов о войне, написано с генералами. это вот что касается части Антан. Там есть еще и связь бездемных. Я считаю, что не менее интересных, потому что там три работы немецких генералов, проливавших в важнейшие решения. Там воспоминания и коммерции о войне генерала Людендорфа, там генерала Гохмана, и там еще там работа одного из ведущих немецких стратегов генерала Эрика фон Фальтентайна. Вот три большие исследования страны победителя. Достаточно интересных, потому что взгляд введенных он уже класс. Кстати, должен сказать, что коллекция в принципе так сказать не является мертвой. Сейчас дополнения большие готовят. Я готовлю большие дополнения интересные и в раздел истории. Там будет еще одна история войны и современная там будет история войны и другие разделы в частности там будет в раздел итогов войны там есть итоги войны и совещания РТКА рабочих христианской Красной армии командиров РТКА где обсуждали итоги войны. Это очень интересный материал и они там тоже будут. Вот все, что я хотел сказать об этом коллекции. Я считаю полезной коллекции и интересной и соответственно надеюсь что в ближайшее время я покажу. Теперь вторая коллекция вторая коллекция которую я хотел сказать это коллекция которую мы создали специальной дате 75 лет 22 июня 41 года дата печалья для нашей страны печалья дата затронутся так или иначе все население нашей кольской страны. Здесь мы уже эта коллекция более обширная там есть работа и истории там есть воспоминания там есть документы там есть художественные произведения о войне есть и такой раздел я считаю что сложный вот первый раздел называется нацессия Германии цель мировой государства обрессор была нацессия Германия целью была мировое мировое господство вот и там собраны материалы современные кстати материалы современных современных историков материалы немецких историков там есть материалы наших историков где рассказывается о том русская германия какие цели преследовала и почему несмотря на факт молотого Рейдбентропа русская германия напала на советский совет ну второй раздел это называется так СССР цель мировая революция не для кого не секрет что цель и большинство и наследников Ленина Ростова хотя не врагов товарища СССР это была мировая революция и этим все-таки свечи жизни и офис СССР задача которую планировал Сталина была столкнуть державы с одной стороны Германию с другой Англию и Францию и в нужный момент ударить по Германию для того это еще была идея не только его это была идея высказывания Ленина и все но он ее разбил и его задача была дождаться важнейшая дата которую он планировал а ведь планировалась важнейшая дата была во-первых поддержать Германию чтобы она ударила перешла так сказать важнейшая дата это выход на британских острова чего ждал Сталин и тогда возможно Советский Союз имел огромное преимущество авиации танков перед Германией численности армии огромное преимущество разы было больше танков не говоря о том что по качеству во всяком случае по боевым характеристикам советские танки тогда уже предоставили значительно предоставили те танки с которыми Германия начала Вторую мировую войну просто не сравнительно было первый немецкий тяжелый и первый немецкий средний танк появились только в 42 году Фидер и Фонтера появились в 42 году и так и до конца немцы не смогли наладить и серийное масло производства в то же время танцы это и пучили мультфильтанки Второй мировой войны мы доведем до совершенства на заводах инженерами уже после смерти его конструктора в светлой памяти Михаила Кензича Кошкина который на свой страх и риск делал этот танк и даже фильм об этом есть история потом инженеры завели этот танк до таких стандий он был примерно пригодный его можно было ремонтировать в солевых условиях у него было прекрасное производство которое позволяло делать очень большие столицы его немцы со своей технологией не смогли дать фидеров было выписано не так много у них был большой отказ техники и Советский Союз превосходил значительно значительно превосходил и по количеству боевой авиации поэтому товарищ Сталин спокойно сдал ну так же и по артиллерии там по-любому практически там везде вот по качеству к сожалению самолетов о чем говорим еще уничтожили нарком бочегов качество было низким к сожалению низковатым самолетом большой отказ был большая аварийность ну над этим работали но масса самолетов была значительная поэтому товарищ Сталин бы не верил что как только немцы перейдут перезломать он удар и когда ему честные генералы такие как Иван Проскуров начальник разведки стартной армии говорили что это невозможно что у немцев нет возможности перейти это старались генералы Иван Проскуров вверх к самому защитник на смену ему пришел другой генерал который говорил докладывал товарищ Сталин то что он хотел сделать вот поэтому соответственно удар который немцы нанесли они поняли что же понимали ситуацию расклад два диктатора не могли изменить и прочее и понесли удар они планировали нанесли удар если бы читать майнкапт внимательно как раз там пространство для Германии в нашей стране на востоке только надо читать внимательно поэтому пакт подтолкнул конечно Гитлер но подтолкнул его и в другую сторону вот эта коллекция смотрит соответственно здесь весь раздел о пакте большой раздел заклятая дружба называется и Талин прекрасно знал цену этому пакту но надеялся что это будет немножко не так замечательных мемуаров из Кириллборга я думаю многие читали я очень верят например что они попали в этот список литературы рекомендированные для школы и список Владимира Путина я не знаю это список которые там есть мемуары люди деда видят я считаю что при всей своей так сказать субстанерности это очень интересные мемуары и там есть момент когда после пакта он как сказали депритивы даже снова фашист поменят и когда Кириллборг ждал каждый день что его арестуют и на каком-то из свечания тысячи веков рассказал сегодня большая радость арестован враг народа и я Эйнбург и это написал Кириллборг и тогда Леонид постарайся пожалуйста говорить ближе в микрофон хорошо так нормально вот и тогда в доме у Эйнбурга раздался звонок и там с вами сейчас будут говорить раздался голос Сталина и Сталин его спросил так простенько спросил а вы пишите третью часть романа падения Парижа это роман о входе немцев Париж Эйнбург ему ответил мне даже снова фашист запрещают употреблять я не смогу мы никогда не сможем это издать то есть Сталин ему сказал а вы пишите пишите товарищ Эйнбург а мы вместе попробуем протолкнуть этот середактор и тогда Эйнбург сказал ему будет война это был 39 день так что Тарий Сталин прекрасно знал что война будет вот этот раздел о папке там тоже есть потом есть раздел я тоже считаю что важный раздел это вот художественная литература по войне потому что без этого раздела трудно представить в арте столет тоже считаю что это будет важно это будет интересно там достаточно интересный раздел можете это вот то что я хотел сказать об этой коллекции надеюсь она большая она намного больше чем первая мировая война и считаю по качеству тоже неплохая не все удалось тоже будем ее дополнять но то что сейчас есть это не сложно теперь о коллекции которую особенно хотел сказать мы сделали три коллекции из серии России вне России то есть это коллекции о русской эмиграции разных странах три коллекции вот здесь представлены две но на самом деле их три одна просто и все в работе она не выложена еще хотя вся сдана что же это за коллекции это важнее коллекции я считаю первое Россия вне России мемуары большая больше ста произведений а на самом деле еще больше русских писателей русских военных инженеров ученых оказавшихся в эмиграции и благодаря этому многие из них выиграли вот открывается эта коллекция вот я смотрю просто беру в руки потому что большая коллекция все ее держит в голове хотя я представлял вот начинается первое Александр Александрович Физервеков один из крупнейших историков русского зарубежья один из крупнейших русских историков 20 века замечательная история вот на рубеже двух столетий чем хороши мемуары написанные в эмиграции они были не подсезурными там люди писали я не скажу что там активными люди писали то что они хотели написать то что не могли написать например в 19 стране как раз я это понимал и когда вышли все же мемуары Ильи Оренбурга подсезурные подсезурные изрезанные до седьмой части это все равно был такой глоток свежего воздуха я представляю почему например президент Личерка не могу представить он очевидно тоже читал когда и так все читали эти мемуары мы узнали и меня тогда которых вы не знали кто знал Константина Бальмонка Христея Минезера Сафа Черная Господи Мобильяне Мобильяне мы узнали и тоже мы же тогда впервые шестидесятые годы люди узнали что существует еще русская литература за рубежом русские писатели за рубежом русские ученые за рубежом вот тогда мы узнали из мемуаров религиозных а вот это уже мемуары комиссии второе там книга которую я смотрю это книга незамечательная книга Александра Геовна Толстая Винкер тот Клани Толстой общественные деятельности человек честный человек отдат у себя изменения вот там три книги идут мемуары замечательные книги они когда-то выкатили за рубежом я считаю что прочитать это небольшое удовольствие это снега дочь это вывези отцом и отец три книги Александра Геовна Толстой Винкер там не только мемуары 20-го века там например я не мог не исключить тысячи 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 Александр Иванов Геовна Второй Единок это мемуар известный мемуар типов человек который это Россия за эмиграцию почитать это уже почитает в школе и написано замечательно и очень интересное название огромное отец вот и там много мемуаров есть исключателей Бориса Жайцева Артемия Михайловна ну это достаточно такая форно личный поэт Артемия Михайловна мемуаров у него интересный Андрей Седы вот Василия Яновского мемуары Поляне Лесенского например мне когда-то поразили очень интересные книги естественно там Леонид не забывай о микрофоне спасибо я говорю что это и мемуары Владимира Бурцева и очень интересные мемуары Владимира Сергеевича Варшавского незамеченное поколение это книга которая мне кажется дослуживает очень большого внимания о котором прочитать должен любой человек интересующийся русской культурой ну я даже не знаю какого имени как не возьмешь какое имя не возьмешь ворву за нашу культуру какое имя не возьмешь и меня не спрягут на индивиде Иван Бунин Игорь Игорь Северянин Ирина Адоевская Константин Соровин Марина Квитар Марк Вишняк Матильда Кишинска Исаэла Саргин Искуслав Добужинский Теффи Многие 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 Другие Поэтому я считаю что очень интересная коллекция Но это мемуары литературные А там ведь еще есть раздел мемуары о революции и мемуары о войне о Первой мировой войне Еще два раздела Это я только вот прочитал некоторые имена которые мемуары литературные написали Мемуары о войне тоже очень интересны потому что написаны очень многими военными оказавшимися за границей Вот это первая часть мемуаров Первая часть России а вне России мемуары Теперь вторая часть это мыслители Вторая часть это мыслители это мемуары историков философов ученых то есть много-много вот ученых оказавшихся за рубежом тоже писали очень интересно вот и третье вот и здесь включены тоже имена достаточно так сказать интересные и Мережковский и Вячеслав Иванов Иван Ильин это меньшего масштаба значительно лишних конечно по сравнению с первыми двумя Ильва Шестого и Нобелевского лауреата одного из величайших ученых 20-го 19-го 20-го века Ильи Мечникова Ильва Платоныча Корсавина тут мемуары Марта Алданова Михаила Бакунина Бердяева Николая Бердяева величайшего философа и многое многое другое также там много так сказать работ по истории Сергея Мельгунова например которого я считаю одним из крупнейших историков в общем тоже достаточно интересная коллекция и третья упала прошу прошу и третья коллекция из этой серии это литература русская литература за рубежом там тоже много много интереснейших имен как всемирно известных так и менее известных замечательных писателей которые писали не только во Франции не только в Соединенных Штатах там и в Аргентине есть писатели жившие в Аргентине в частности вот я считаю что один из самых интересных русских писателей это Николай Нароков две книги его у нас на русском языке издавалось сын замечательного русского поэта Николая Моршина тоже иммиграции а роман Мнимые величины я считаю что должен прочитать каждый о сталинском СССР а вот этом вот так сказать режиме который шедевр своего рода шедевр режим который не я усовершенствовал настолько построен был гениально режим личной власти что вот там в романе Николая Нарокова Мнимые величины я считаю это великолепно показано ну и там соответственно все эти крупнейшие имена Ирина Берберова замечательный писатель я считаю Иван Бунин ну вы сами знаете и Суприм и Горький Алексей Максимович потому что например свой великий роман Жизнь Клима Сангина Алексей Максимович Горький написал в эмиграции это потом он уже переделывал немножко а ведь Клим Сангин это человек который не принял в эволюции ну не важно это интересно там это все можно прочитать вот это то что я хотел сказать вкратце о коллекциях так сказать по русскому зарубежью теперь я еще пару слов скажу пару слов буквально что еще есть художественная коллекция которая мне тоже в принципе не стыдно за ней вот есть коллекция кинороман то есть это коллекция произведений которые были значит экранизированы по которым были поставлены фильмы и там есть фильмография перед каждым и сами произведения произведения разных писателей разных стран разные жанры но все это собрано в эту коллекцию экранизированных произведений я думаю что многие получат большое удовольствие читая их там кстати все форматы там для планшетов EPUB FB2 поэтому замечательно в планшетах в читалках где замечательно читается все это дело и нельзя без художественной литературы жить тоже а там действительно произведения замечательные включены и советские и русские и зарубежные там все замечательно включено вот кинороман честно и откровенно скажу что это интересно и вот тут я вижу мы еще создали ну тоже коллекцию мир фантастики и миры фантастические миры коллекции фантастические миры братьев Стругацких у нас практически полное собрание Стругацких сделанное ну так как я считал возможно по хронологии все произведения по хронологии варианты там есть так как вот мы во время как они хотели я считаю что так это бы им понравилось так как мы сделали там тоже все произведения там все тексты выверены все тексты в форматах для планшетов для читалок поэтому те кто любит братьев Стругацких это карты в руки так же как и коллекции фантастические миры туда входят еще Иван Ефремов там практически полное собрание сочинений Ивана Ефремова Владимира Пелевина и много других фантастов которые интересны я читаю и несколько произведений которые мы из небытия вернули фантастические считаю что делали правильно там можно найти много много интересного это фантастических мир ну вот собственно то что я наверное успел сегодня рассказать не знаю прошу прощения конечно для меня это сложно немножко потому что я первый раз в таком так сказать вебинаре участвую ну надеюсь что что-то полезное вынесли спасибо большое за внимание коллеги есть ли вопросы какие-нибудь к Леониду ну что ж коллеги я думаю что если вопросов нет мы будем потихонечку завершаться я по ходу дела попытался приводить ссылки которые по которым можно найти те коллекции о которых рассказывал Леонид ну единственное хочу сказать что последние две коллекции фантастика их надо искать в нашем интернет магазине их в вбс вбс нету в электронной библиотечной системе остальные все ссылки я давал на соответствующие коллекции внутри эбс то есть там где их могут использовать ваши преподаватели студенты вот коллеги ну вот это первый наш опыт такого подробного рассказа о контентом наполнении нашей библиотеки в части не касающейся прямого ее назначения учебников и так далее я надеюсь мы в дальнейшем продолжим эти опыты и будем еще что-то вам по этому поводу рассказывать коллеги тогда давайте будем прощаться до свидания если будут еще какие-то вопросы отвечайте в чате и мы в чате постараемся на них ответить в течение пяти минут еще будем в чате до свидания коллеги до новых встреч субтитры